всем привет меня зовут владимир мельников и я снимаю видео и свой канал на ю тубе в частности про слесарное дело сегодняшняя тема сверления что такое сверление в целом сверление это операция по проделыванию отверстий в сплошном металле при помощи механизмов сверление может осуществляться ручные пневматическим и электрическим способом дрели или стационарные станки для получения отверстия до 12 миллиметров используют дрели ручные или электрические а свыше 12 миллиметров используют стационарные станки одной из разновидностей сверлений является рассверование то есть увеличение диаметра отверстия которую просверлили ранее то есть простыми словами сверление это такая операция которая делает отверстие в металле с помощью инструментов или это уже как считается механизм бывает ручной механизм то есть это ручная дрель есть пневматическая есть электрическая это вот то что считается по габаритам малым то есть переносным или полевым инструментом а есть инструмент такой стационарный то есть это уж такой большой механизм который делает большие отверстия поэтому он называется стационарным сверлильным станком и они различаются там каким инструментом удобнее делать до 12 миллиметров или свыше 12 миллиметров до 12 миллиметров удобнее делать скажем так ручным сверлом или электрическим а свыше 12 миллиметров проделывание отверстий уже более удобно делать все таки стационарным станком но теперь поподробнее поговорим о сверлах сверла применяют при обработке отверстие в сплошном металле по конструкции различают на спиральные центровочные пировые ружейные с отводом стружки и кольцевые сверла но поговорим о них поподробнее и первый из них это спиральные сверла состоят из трех частей это рабочая часть собственно вы видите на данном рисунке этот там где наконечек начинается вот сверла хвостовик это вот где идет просто скажем так цилиндр то есть цилиндрическая часть и шейка это вот средняя часть то есть где спираль плавно переходит в просто железо рабочая часть образованы двумя спиралями концами и включает в себя режущую и направленную часть режущая часть является его вершиной образующие при заточке сверла с режущей кромкой ну это более так по литературному я старался простыми словами второе это центровочные сверла предназначен для выполнения центровочных отверстий вот собственно как они выглядят но такие сверла редко где увидишь только на производствах а быту используются простые сверла вот на предыдущем слайде третий вид это первые сверла имеют плоскую рабочую часть и прямые канавки вот собственно как он выглядит самый простейший из них первое сверло а функцию выполняют все то же самую но первые сверла в основном используют скажем так не для металла а использует по дереву для металл я не помню чтобы ведь это использовали out по дереву их вот точно используют ну это я привел для скоток для общего развития следующий это ружейные сверла применяют для сверления глубоких из и сверх глубоких отверстий то есть ружейные сверла то есть уже из названий можно понять для чего они предназначены в основном они используют для создания ружья то есть это автоматов там снайперских винтовок и тому подобное вот самый простейший из них вид следующий это кольцевые сверла применяя для уменьшения сил резания и потребности мощного оборудования сплошных отверстий диаметра более 5 миллиметров то есть это уже как правило более таки профессиональные сверла используют уже как по профессии там на заводах при создании каких-либо там заготовок вот такие в быту редко используют ну из основной информации все подведем краткие итоги что такое такое раздел сверление в c сверление это такой вид операции которая проделывает в данной заготовки отверстия по тому диаметру который нам нужен в вообще широко распространены это сверла виде спирали проще говоря спиральные сверла которые имеют две канавки и соответственно две режущие части и они уже тоже подразделяются по диаметру есть там 6 радиус 6 то есть диаметр 6 12 там 10 5 и так далее ну ну а на этом все всем спасибо не забывайте подписываться на мой канал ставьте пальцы вверх также пишите в комментарии если есть у кого вот какие-то вопросы просто также не забывайте пожалуйста поставьте колокольчик на мой канал чтобы не пропустить мои новые видео также добавляйте пожалуйста в различные соцсети я этому буду очень рад но на этом все всем спасибо и до новых встреч